Итак, готовим сейчас ленивый Наполеон. У нас в кастрюле здесь 2 яйца, щепотка соли, здесь 3 столовые ложки муки, ванильный сахар, пакетик один и обычный сахар 150 г. Я положу чуть меньше. Все размешиваем и потихоньку добавляем пол литра молока. У нас растительное молоко и сахар коричневый. И все хорошо перемешиваем. Ставим на печку и на какую мощность? Ну я на среднюю поставила. Максимум 9 поставили на 7. Да и размешиваем, чтобы не пригорело. Это будет крем. Это заварной крем, да? Да. И постоянно нужно помешивать, да? Ну можно сделать 30 секунд прерыв. Должен быть венчик. Ну да, лучше это делать венчиком. У нас венчика нет и поэтому делаем так. Оно раствориться должно, да? Надо до тех пор варить, пока не загустеет. Мы начнем загустевать. Как начинает загустевать, ты выключаешь, да? Да. И убираешься. И можно попробовать на сладость. Кому не сильно сладко, можно добавить еще сахара в крем. Но мы меньше нормы добавили. Так, то сладкоежки добавляйте больше сахара. Но лучше делать это венчиком. Взбивать, мешать. Обязательно. Оно помогает комочки эти разбивать. Ну видишь, как я хорошо. Ну тоже хорошо поколотила. Я старалась. Все, густой. То есть вот такой густоты, да, нужно дариться? Я выключаю. Убираю спички. И добавляем 100 грамм масла. 100 грамм сливочного масла. Грубо скажем, пол пачки. Ну и масло уже должно быть комнатной температуры. Оно там растает, да? Не, ну лучше же комнатной температуры, оно быстрее. Быстрее уже. Будет таять. И все размешиваем, чтобы масло все подтаивало. Ну и размешали. Масло все в порядке. Теперь ставим его, чтобы он остыл. Для того, чтобы не было пеночки сверху, мы накрываем целых пальчиком. Прямо в критику, да. И ставим остывать. В холодильник? Очень смешно. На улицу, но он горячий. В холодное место, да? На улицу поставим, на балкон. Можно так, просто дольше будет. Хорошо. Все. Относим на балкон. Далее, переходим к тесту. Покупаем вот такую массу фолиада. Это слоеное тесто, правильно? Правильно. Вот такая для круассанов подходит она. И тут сколько грамм? 230 грамм. Пожалуйста. Тут уже есть пергаментная бумага. Очень удобно. Можно было, конечно, чуть-чуть распятать. У нас несколько еще. Как всегда. Можем второй лист взять. Можем. То есть, чтобы они отдельно были на расстоянии друг от друга. Я думаю, можно и так их поставить. Но мне так больше нравится. Это их специально переворачивать? Ну, я думаю, не специально. Мне так кажется. Так чувствую. По велению сердца. Знаешь, как художник. Интуиция. Я так вижу. Картину. Все. А теперь в духовку. На сколько минут? На какую температуру? Ну, здесь мы поставили 170. Обычно я 180 ставлю. А минут я не знаю сколько. Мы увидим, они начнут подниматься и румяниться. Посмотрим, как духовка. Ну, с Богом. То есть, мы поставили 170 градусов. Эта духовка, она у нас мощная. Ну, а так в среднем 180 градусов. Такие красавцы. Красивые, румяные. Теперь надо их приложить. Нужно так оставить, чтобы они все равно не переложить. Переложить, чтобы быстрее остыли. Да. А, там горячие, второй. Видишь, почему? Ну, это жирок. Ага. Вот так и противень чистый. Так все равно мыть. Ну, понятно. А теперь наши пуршечки просто так берем их, разъединяем. Они очень легко разъединяются. Просто пополам? Да. Или мельче? Нет, нет. Пополам, да? Ну, приблизительно. Вот они. Наш крем остыл. Все симбиры. Убираем пленочку. Аккуратненько. Берем форму, где мы будем делать. Смазываем первым слой. Ну, я так делаю, мне нравится. Према не жалеем. Према достаточно. А теперь выкладываем наши половинки. То есть ты ее так аккуратненько их в рядочек выкладываешь, да? Есть, делаю. Просто в крем опускают все это и перемешивают. Не знаю. Я пробовала, мне так больше нравится. Так больше похоже на наполеон, мне кажется. Как бы слоями, да? Такую мозаику собираем. И дальше тоже крем. Такой цвет крема, это из-за сахара. Коричневый сахар, и поэтому такой цвет крема. Если будет белый сахар, то будет белый крем, соответственно. Может кто-то любит шоколадный, можно крем скинуть, добавить какао. Но опять-таки мне все равно этот больше нравится. Ну, так классический, стандартный. Я даже шоколадный тоже как-то пробовала. Ну, так классический, стандартный. Сколько крема осталось пока? А, ну вообще, видишь, четко получается, да? Ну, и остатки не буду. Прокрашаем. По вкусу один в один наполеон. Мы уже пробовали, несколько раз готовили это. И делать гораздо проще. Очень легко, сами видите. Легко, просто и быстро. Без заморочек. Вкус один в один. Все. В общем, друзья, вот такая красота получилась. Ставим это в холодильник, да? Да. На ночь, да? Ну, можно через час его кушать. Можно через час кушать. Но мы будем завтра. Да, мы ставим на ночь. И завтра будем пробовать этот шедевр. Обязательно приготовьте. Пишите комментарий. Кто уже пробовал такой ленивый наполеон? Только этот комментарий не забил. Так что пробуйте обязательно. Вот такой ленивый наполеон. Все. Всем спасибо. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok